Ох, ребят, какие я вам сейчас книжечки покажу. Вы не поверите, но я сама себе завидую. Здорово, книжные! Вы на канале Нерония, с вами я. И как вы могли догадаться по названию ролика, сегодня у нас книжные покупки. Обожаю смотреть на новые книжки, обожаю показывать новые книжки, так что давайте приступим. И первым делом я вам покажу, ну как вы думаете, кого? Ну, конечно же, Стивена Кинга и его новый роман «Институт», который уже прочитан. И видео про эту книгу уже есть на канале. Это влог, я очень старалась сделать его интересным. Там нет ни капельки спойлера, так что обязательно проходите, если вы еще не видели. Там исключительно мои эмоции. И я очень, правда, очень старалась сделать влог интересным. Влоги на моих каналах выходят крайне редко. И за каждые из них я переживаю, как засвоить зло собственного ребенка. Так что, кто еще не видел, проходите, смотрите. Я уверена, вам понравится. О чем, собственно говоря, книга. Книга о том, что есть такое странное место, которое называется «Институт». Туда свозят детей с пранормальными способностями, такими как телекинез и телепазия. И там над ними проводят всякие разные опыты. И выжимают из них эту телепатию и телекинез. Для чего, для кого, для каких целей, я вам, естественно, не скажу. И во влоговом видео я вам тоже об этом ничего не рассказала. Я же говорю, ни одного спойлера. И вот в такой институт попадает 12-летний Люк, который обладает телекинезом. И к тому же он еще и гений. К чему это приведет? Нет, я вам не скажу. В видео я уже пожаловалась, что книга крайне печального качества. У меня уже местами начала стираться позолота. Страницы пошли волнами. И вообще бумага в книге совершенно разная. Те страницы, которые волнистые, это тоненькая, практически калечка. А другая часть книги это нормальные листы, такие, которые обычно встречаются в серии «Темная башня». Кремовые, плотные. В общем, серьезно, качество у книги просто, ну, кошмарнейшее. Я расстроена. Аисте, за что вы так поступаете с «Темной башней»? Не надо, пожалуйста, не делайте так больше. Вот честно, я готова платить больше денег за хорошее качество. Ну, честное слово, 600 рублей за вот то, что очень быстро потеряла свой вид. Крайне жалко отдавать. Я готова отдать на 200, на 300 рублей больше, только чтобы книга не теряла свой вид. Поехали дальше. Охо-хо. А следующая книжка у меня от автора, который недавно стал автопокупаемым. И это Джуди Пикклт «Новое сердце». Я читала аннотацию, я тут же запуталась в персонажах, поэтому я совершенно не знаю, о чем этот роман. Ну и хорошо, потому что я не хочу ни грамма спойлера, ни капельки спойлеров о том, что будет происходить под обложкой этой книги. Потому что я обожаю Джуди Пикклт, обожаю, как она пишет, обожаю ее персонажей, обожаю эти взаимосвязи, которые она строит между своими персонажами. Все вот эти вот хитросплетения судеб, боже, как это интересно, как это греет мою читательскую душу. Я так рада, что издательство Азбука взялось переиздавать те романы Джуди Пикклт, которые у нас уже выходили, и издавать те, которых еще не было. Если бы не издательство Азбука, я бы, наверное, никогда бы не дошла до этого автора и очень-очень много бы потеряла. Ребята, я вам всем рекомендую, обратите внимание на Джуди Пикклт. Так вот, я не знаю, о чем точно будет роман «Новое сердце», но я знаю, что там речь пойдет о искуплении, о какой-то справедливости, о признании своей вины. Там будет женщина, которая потеряла мужа и ребенка, какой-то еще чувак, вообще не знаю, каким боком он сплетается с этим совсем, чем и пастор, и у всех сложные ситуации, и все непростые личности. Словом, ждет меня, уверена, что-то потрясающее. Жду не дождусь, когда мои руки дойдут до этого романа. Ну что ж, мы с вами движемся довольно бодренько вперед. И на очереди у нас еще одна новинка, которую я тоже очень долго ждала. Джей Кристоф «Темный рассвет» – заключительная часть трилогии «Не ночью». Если вкратце, то это окончание приключений Мии Карвера, которая поклялась отомстить всем виновным в казни ее родителей. Да, вот такая грозная боевая девушка. Я не знаю, что будет в третьей части. Я вообще не читала аннотацию. Как только я узнала, что эта книга выйдет, я ее запихала в хотелочки и ждала, когда ее уже можно будет заказать. Вот она наконец пришла, и уже завтра я за нее возьмусь. Видите, господи, какой здесь красивый форзер с этими картами. Красота! Знаю, что будет жестко, знаю, что будет пафосно, знаю, что я опять буду плакать, колоться, но все-таки грызть этот кактус, потому что Джей Кристоф со своей Ниночью, со своими Мии Карвера вызывает у меня крайне двойственные чувства. Меня ужасно коробит от того, как персонажи между собой общаются, но при этом я не могу оторваться от этих приключений. Да, такие дела, такая читательская ловушка. Поехали дальше. Ну и раз уж мы заговорили о фэнтези, давайте говорить о фэнтези. Роберт Джордан, второй том в цикле «Колесо времени», который называется «Великая охота», как и с темным рассветом, естественно. Я не смотрела аннотацию, чтобы ничего себе не спойлерить, тем более, что я еще даже первую часть не начинала читать. Пока что я собираю Роберта Джордана на потом, на попозже. Пусть у меня подкопится чуть-чуть побольше его книг, хотя бы будет три-четыре, и тогда я возьмусь его читать. Пока что это для меня тайна за семью печатями. Очень красивая, очень качественная, великолепно изданная тайна. Азбука. Издавайте скорее следующие части, чтобы я уже могла за них взяться. Что касается издания, оно так же прекрасно, как и предыдущее, с этой цветной вклейкой, с картой на форзаце, с белейшей прекрасной бумагой, с хорошим шрифтом. Эта книга просто произведение искусства, как и ее предшественница, как и первый том. Поехали дальше. И снова фэнтези, и снова от азбуки, и снова в серии звезды новой фэнтези. Галлен Кук. Новый цикл. Хроники империи ужаса. Сюда входят три романа. «День бесконечной ночи», «Дитя октября» и «Нашествие тьмы». Я не знаю, о чем этот цикл. Прекрасный сегодня выпуск книжных покупок. О, смотрите, какая книжка, я не знаю, о чем она. Фу, смотрите, еще одна книжка, я снова не знаю, о чем она. Хопа, третья книжка, я опять не знаю, о чем она. Великолепно. Книжный блогер уровня бог. Но что поделать, что поделать. Я не хочу знать о чем, потому что я не хочу, как я говорила, ни грамма спойлера. Мне нравится Галлен Кук. Я читаю сейчас его цикл про Черный отряд. Я в полном восторге. Надеюсь, что «Нашествие тьмы» будет таким же масштабным, таким же подвижным, таким же улетным, как и Черный отряд, который я сейчас читаю. Но Хроники империи ужаса к Черному отряду никакого отношения не имеют. Это совершенно отдельный цикл. Читать его буду после Черного отряда. Опять же, совершенно шикарнейшее качество. И обложка, и корешок, и бумага, и шрифт. Все-все-все. Ну, потому что это азбука. Азбука – знак качества. И как же мне нравится вот этот вот персонаж с таким прекрасным рогатым шлемом. Боже-боже-боже, я аж прям... Ух! Вы не поверите, ребят, снова фэнтези, снова от азбуки, снова серии звезды, новой фэнтези. Но на этот раз я имею хоть какое-то представление, о чем будут эти книги. Итак, Джусая Бэнкрафт. «Восхождение Синлина и рука Сфинкса». Новый фэнтези-цикл. Не знаю, сколько там будет книг. Сейчас две. Когда-то там должна будет выйти третья. Итак, речь здесь пойдет о том, что Синлин со своей женой едут посмотреть башню, которая является каким-то таким своеобразным чудом света. И вот супруги приезжают, заходят в башню и теряют друг друга. Синлин куда-то отворачивается, порочится, а жены нет. И вот он отправляется на ее поиски по разным уровням башни. Скорее всего, он будет находить что-то странное, то, чего он вообще не ожидал там увидеть. Я горю в предвкушении, но как всегда, как только я беру новую книгу в руки, я просто вибрирую от предвкушений. И все, ну все, совершенно все мне хочется прочитать тут же разом оптом. Если бы можно было, как в ключах Локов, открыть себе череп и запихать туда все-все-все книги. Ох, дайте мне такой ключ. Нет, дайте мне два таких ключа. Опять же, шедевральное качество от Азбуки, великолепное исполнение. Я просто тащусь с этих обложек. Какие они классные, какие они стимпанковские. И вообще, боже мой. Кстати, в этот раз, по сравнению с предыдущими книжками, эти довольно тоненькие, не такие кирпичи, как те, что были. Да, так что прочитаются довольно быстро. Вопрос только, как всегда, когда. Время, время, время. Боже мой, где же тебя взять? И еще одна книжка, фэнтези, но на этот раз не от Азбуки, а от Фанзон. Джо Аберкромби. Немного ненависти. Все блогеры показывали ее в декабре. Я показываю вам ее сейчас, хотя тоже купила ее, между прочим, в декабре. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Как я поняла, немного ненависти надо читать вообще после всего. Вот у меня там стоит цикл «Первый закон». После него надо прочитать еще лучше подавать холодным, «Герои», «Красная страна», «Острые края». И только после этого браться за немного ненависти, во всяком случае, исходя из того, что написано вот на этой странице. Если это не так, прошу вас, напишите мне об этом в комментариях. Вообще, в принципе, напишите мне в комментариях, что, зачем нужно читать о Аберкромбе, потому что летом я планирую приступить к нему и буду очень-очень благодарна вашим советам. Ну и пару слов о издании. Боже, какое оно прекрасно, эти выпуклые буквы, этот выпуклый шлем, и какой он устрашающий. Джаберкромбе тоже выпуклыми буковками сделано. Ой, я тащусь с этого издания, оно красивое. Здесь невероятный форбус. Боже, 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 вы посмотрите, какая красота. Фух. Какие у меня сегодня красивые книги. Я же говорила, я вам покажу такие классные книжки, сама себе завидую. Красота. Ну что ж, мы с вами плавненько подобрались к блоку жутеньких книжечек, всякие триллеры, мистика и все такое прочее. И начну я с книги, которую я выиграла в конкурсе в Инстаграм у АСТ Мейнстрим. Это Населенные призраками, Даниэля Веги. В Инстаграме я вам показывала распаковочку, которую я сняла буквально на коленке во время обеда на работе. Кстати, тот, кто подписан на мой Инстаграм, первым узнает все мои книжные новости. Кстати, в Инстаграме я появляюсь чаще, чем на Ютубе, так что подписывайтесь и будете все узнавать первыми. Ну и в принципе, там со мной легче выйти на связь, если это кому-то надо, подписывайтесь, 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 всем буду рада. О чем, собственно, населенные призраками? Речь здесь пойдет о том, что молодая семья решила забыть прошлую жизнь, приехать в новый город, начать все с чистого листа, и поэтому они вселяются в особняк с дурной славой. Конечно же, сами они ничего не знали об этой дурной славе, о том, что там живут призраки и все такое прочее, но ребенок этих людей быстренько об этом узнает, начинает видеть призраков, что-то они там ему шепчут или говорят, или пугают, или что-то такое, и этот самый ребенок, вооружившись поддержкой соседа, решает разобраться с призраками, выгнать их к чертовой матери из дома, раньше, чем это сделают сами призраки. Собственно, должно быть страшненько, и здесь написано, что это ответ Стивена Кингу от Иоанн Кайдалт литературы. Конечно, меня несколько смущает эта строчка. Я боюсь получить что-то вроде Сияния, только намного хуже, но будем надеяться, что выйдет как минимум не хуже, чем Сияния Стивена Кинга. Тоже планирую в ближайшее время прочитать, потому что давненько, давненько я не читала ничего о призраках. Наверное, уже даже пару месяцев прошло, как не читала. А вот еще одна книжулька про призраков, которую я уже прочитала, отзыв на нее есть в прочитанном, ссылка тут наверху, внизу в инфобоксе. Проходите, смотрите, Симона Сен-Джеймс «Сломанные девочки», я уже забыла, автора книжка вышла в издательстве Синдбад в мягкой обложке на кремовой бумаге. Все в ней хорошо, кроме содержания, которое мне ну совсем не понравилось. Так, речь здесь пойдет о заброшенной школе. Сюжет будет развиваться в двух временных линиях, в наших днях, и в 1900, кажется, в 50-х, я уже об этом тоже успела забыть, но ничего, вы проходите в ролик с прочитанным, там все подробно. В школе есть призрак, а еще там было таинственное убийство, и страшная находка, и как все это объединено вместе. Да, автор постаралась, молодец, неплохо завернула, но, 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 что меня смутило, вы узнаете в ролике о прочитанном, проходите, смотрите, а мы движемся дальше. Следующим номером нашей программы «Джон Харт», «Последний ребенок», и «Безмолвие» это первая часть, это продолжение, я знаю только про первую часть, знаю, что здесь у мальчика Джонни погибает сестра, отец на фоне этого бросает семью, мать, в общем-то, тоже Джонни не занимается, а Джонни пытается найти того, кто убил свою сестру, и, в общем-то, дело это тупиковое, но вдруг неожиданно у него появляется какая-то новая ниточка, он за нее дергает и как-то этот клубок распутывается, а вот «Безмолвие» это продолжение и вроде как Джонни здесь уже взрослый дядечка, ну, по крайней мере, судя по фигурам на обложке, это так. Я не читала аннотацию второй книги, чтобы ничего не спойлерить, сами понимаете, дело такое, прочитаю, расскажу, кстати, тоже планирую читать в ближайшее время, потому что уж хочется мне чего-то такого остросюжетного, чтобы аж прям мурашки по спине. Надеюсь, что это меня напугает, хотя я уже нашла довольно много отрицательных отзывов на эти книги, и, мол, и шаблонные они, и герои картонные, и вообще все не так и никак, ну что ж, посмотрим, почитаем, расскажем, проверим, кстати, где-то я даже видела, что эти книги сравнивают с книгами Стивена Кинга, о-хо-хо, какая у меня тут подборка, получается и Стивен Кинг, и ответ Стивену Кингу, и пародия на Стивена Кинга. Книги вышли в издательстве Эксмо, тут, кстати, на Форзоце есть вот этот самый автор, как пишешь его, Джон Харт. Интересно, на второй книжке тоже есть? Да, да, и на второй книжке тоже есть. Плотная газетная бумага, крупный четкий шрифт, так что прочитается, я думаю, быстро, несмотря на, казалось бы, внушительный объем. А сейчас у меня в руках действительно страшная книга, потому что основана она на реальных событиях. Эту книгу я купила по совету от одного из комментаторов. Этот совет мне прилетел, когда я поделилась впечатлениями от книги «19 минут Джоди Пикклт» в этом романе. Мальчик перестрелял своих одноклассников, ну и, собственно говоря, книга, которую я держу сейчас в руках, тоже на эту тему. Очень страшно от того, что основана она действительно на реальных событиях. Колумбайн Дэйва Каллина, я еще не выучила, автора 18+, она была в пленке. Речь здесь пойдет о событии, которое произошло 20 апреля 1999 года. Два подростка, Эрик Харрис и Дилан Кибблт, совершили вооруженное нападение в школе Колумбайн, видимо, на учителей, на своих одноклассников. Словом, перестреляли всех, кто попался им на глаза. Я ничего не слышала об этих событиях, но вот, почитаю, узнаю из книги и, видимо, автор, как и Джоди Пикклт, постарается докопаться до сути, до причин произошедшего, что подтолкнуло двух подростков на такое страшное деяние. Также собираюсь читать эту книгу в ближайшее время, но когда чуть-чуть схлынут эмоции после 19 минут Джоди Пикклт, которые я дочитала недавно, буквально на днях. Книга вышла в издательстве Like Book и она довольно объемненькая, в ней почти 600 страниц, так что есть, где разгуляться. Уверена, что читать будет тяжело и страшно. Надеюсь, я буду морально готовиться к этой книге. А следующая книжка тоже про страшненькая, но она сатирическая. Мартин О'Кайн «Грязь кладбищенская». Итак, в этой книге все персонажи мертвы, но не упокоены. Они продолжают жить своей загробной жизнью и довольно бодро интересоваться жизнью живых. Они злословят, они врут, они сплетничают словом, ведут себя как обычные живые люди. И, боже мой, мне безумно интересно, что? Что же скрывается под этой обложкой? Что же тут все-таки будет? К чему приведет автор? Мне интересна тема смерти в литературе, тема мертвецов, вот это вот все. Не знаю почему, но оно меня привлекает. Книга вышла в издательстве «Корпус» на газетные бумажки, но это нисколечки ее не портит. Я уверена, содержание в ней будет просто великолепное. Еще немножечко страшненького, обещая, это последняя книжка про Бу-бу-бу, «Рори Пауэр», «Дикий». Итак, речь здесь пойдет о вирусе, который заставляет мутировать тела девочек, у них вытекают глаза, у них появляется второй позвоночник, они обрастают чешуей, они светятся. С каждой девочкой происходит что-то свое. Девочки, кстати, находятся в школе на острове, они изолированы от всего остального мира и уже два года ждут лекарства, ждут помощи, ждут, когда же их спасут. подробно об этой книге я расскажу в прочитанном. Вышла она в издании «Попкорн Букс», очень нравится мне это издание по тому, как оно выглядит, по тому, как удобно его читать, когда оно вот так вот раскладывается, все вот такое вот, и нету ни одного залома на корешке, это вау-вау-вау. Ну, а о впечатлениях от самого романа я расскажу в ближайшем прочитанном. Ну, и давайте я вам допоказываю книжки в мягких обложках, их осталось всего две, одна из них Аркадий Борис Стругацкий, «Малыш». Я обожаю творчество Стругацких, я скупаю все книги в этом издании, это АСТ, эксклюзивная классика, правда, к сожалению, не успеваю читать в тех темпах, которых покупаю. Роман «Малыш» расскажет нам о внеземных цивилизациях, о том, что ребенок, единственный выживший в какой-то там экспедиции становится связующим звеном между людьми и какой-то гуманоидной расой, и к чему все это приведет, можно только догадываться, потому что фантазия братьев Стругацких это ого-го, что-то непознаваемое, что-то бескрайнее, безграничное, так что я могу быть уверена, что меня ждет что-то ну, очень увлекательное, к сожалению, тоненькое, ну, что поделать. И еще одна книжка от АСТ, эксклюзивная классика, Оливер Сакс, пробуждение, Оливер Сакс это известный британский невролог, он известен такими книгами, как мужчина, который принял жену за шляпу, галлюцинации и так далее и тому подобное, почти все они у меня есть, и вот теперь появились пробуждения, а речь здесь пойдет о такой штуке, как литургический энцефалит, и о том, как Оливер Сакс придумал способ разделаться с этой болезнью, не знаю, удачно-неудачно, аннотация, ничего по этому поводу не говорит, хотя может быть и говорила, да я уже забыла, тем же лучше для меня, потому что ни капли спойлера помним, да? Ну все, осталось совсем чуть-чуть, сказки, Билл Уиллингхем, комикс, восьмой том, мне кажется, нет смысла рассказывать, о чем восьмой том, расскажу о чем в принципе цикл графических романов сказки, а не о том, что сказки из сказочного мира эвакуировались в наш мир, живут они в Нью-Йорке, в сказке Тауне, но при этом ведут незримую для нас, для обычных людей войну с грозным захватчиком, восьмой том, насколько я помню, это уже поближе к середине, но еще не совсем она, я вам полистаю на камеру странички, боже мой, какой прекрасный рисунок в этом комиксе, я тащусь с цикла сказок, потому что из такой, казалось бы, простенькой, детективно-нуарной истории, они с каждым томом вырастают во что-то большее, во что-то грандиозное, масштабное, великолепное, я с каждым раз, я с нетерпением жду, когда же выйдет следующий том, азбука, когда выйдет следующий том, пожалуйста, скажите мне, естественно, этот комикс прочитан давно, еще до Нового года, просто я не успела показать его в книжных покупках, и поэтому показываю сейчас, ну что ж, надеюсь, вы не устали, потому что на очереди у нас Гузельяхина, Дети мои, купила ее, после того, как прочитала, Зулиха открывает глаза, кстати, купила ее в декабре 2019 года, и эта книга, как из сказки, как и что-то еще до них, просто лежала и тихо ждала, когда же я вам, наконец, ее покажу, и вот я вот ее показываю в апреле 2020, очень вовремя, лучше поздно, чем никогда, повторюсь, и так речь здесь пойдет о мужчине, по фамилии Бах, он работает учителем в какой-то колонии, воспитывает дочь и сочиняет какие-то сказки, которые странным образом воплощаются в его жизни, но вряд ли это будет «Магический реализм», а там дальше посмотрим. Зулиха открывает глаза, мне понравилось, кстати, тоже буду рассказывать о ней в ближайшем прочитанном, но не до фанатизма, посмотрим, что будет с романом «Дети мои». Кстати, пишите в комментариях, как вам Зулиха, как вам «Дети мои» и какой из этих романов вам понравился больше. Так, у меня уже садится батарейка, заканчивается место на карточке, поэтому я ускорюсь, у нас осталось всего три книжки, одна из них, «Воздух, которым ты дышишь», «Франсиш Ди Понтиш Пиблс» и посмотрите, какая она красивая, какая она яркая, какая она сочная, боже мой, а какая в ней история. Речь здесь пойдет о двух девочках, одна из них служанка, другая дочка хозяина служанки, путанно объясняю, но я уверена, что вы поймете, и обе эти девочки страшно любят музыку, то ли «Джас», то ли какую-то латинскую, и вот одна из них прекрасно пишет музыку, а другая отлично поет, на этой почве девочки находят общий язык, сближаются, и какое их ждет будущее, возможно, они будут вместе петь, возможно, они будут конкурировать друг с другом, почитаем, посмотрим, уверена, история будет великолепна, потому что книжка вышла в издательстве «Фантом Пресс», а «Фантом Пресс» печатает классные истории, во всяком случае, большая часть истории, которую я прочитала от этого издательства, мне очень-очень нравится, так что на воздух, которым ты дышишь, я возлагаю ого-го, какие надежды. И вторая книжка от «Фантом Пресс», это «Кейт Куин», «Сеть Алисы», эту книгу сравнивают с соловьем Ханны Кент, а соловей, кстати, мне понравился и даже больше, чем с жизнью наедине. Итак, как я поняла, сюжет здесь будет развиваться в двух временных линиях, это 1915 год и 1947, речь здесь пойдет о сети шпионов, которая так и называлась «Сеть Алисы», и вроде как она даже существовала на самом деле, партизаны, Первая мировая война, Вторая мировая война, тайны, интриги, вот это вот все, я уверена, что будет интересно, если это действительно похоже на соловья. Ну что ж, почитаем, посмотрим, расскажем, я кайфую с этой обложкой, посмотрите, какая она сочная, какая здесь красная шлепка, какой здесь красный корешок, это просто меня манит. Мне нравятся книги про войну, особенно про Первую мировую войну, надеюсь, что и Кейт Куин меня не разочарует. И последняя книга, называется она «Фосс», автор Патрик Уайт, речь здесь пойдет о экспедиции в Австралию в 1840-е годы, Главный герой, исследователь Иоганн Фосс и шестеро его спутников собираются исследовать Австралию с целью создать карту этого континента. В Сиднее Фосс оставляет свою жену, ее жизнь после этого раскалывается на до и после, то есть тут, видимо, будет какая-то трагедия. Сам же Фосс и его спутники продвигаются в жаре, по пустыням, с этими песчаными бурями. Все это тяжело, сложно. Фосс знал, что это будет сложная экспедиция, но он не знал, как изменятся его спутники и к чему все это приведет. Мне кажется, это будет ужаснейшая драма, лютая трагедия, так что тоже надо запастись валерьянкой перед тем, как начать читать эту книгу. Книга, кстати, вышла в АСТ в серии 20-21 век The Best на плотненькой газетной бумаге с крупным шрифтом, и она довольно такая пухленькая книжечка. Так что, я думаю, будет очень интересно про экспедиции, так вообще просто муа! Ну что ж, я наконец-то показала вам все свои книжные покупки, но ко мне еще по предзаказу идет одна книга, которая называется «Счастье хватит на всех» от Юлии Волкодав. Да-да-да, я ее жду, но, к сожалению, не знаю, как она до нас отойдет, потому что все пункты самовывозов закрыты, и до какого числа они будут закрыты, я не знаю, к сожалению. Ну вот, теперь я точно рассказала обо всех новых книгах, которые у меня есть и которые скоро появятся, а на этом все. Обязательно пишите в комментариях, читали ли вы что-нибудь из того, что я вам сегодня показала, чем вы порадовали себя за последнее время. Заходите в Инстаграм, заглядывайте в Твиттер, подписывайтесь на канал, впереди вас ждет много нового и интересного. Ну а на этом все, спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока, пока!